МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. В студии Алина Волчейская. Здравствуйте. И вот о чём расскажем сегодня. Мороз крепчал в квартирах холодала. В одном из домов в центре города столбик термометра не поднимается выше 10 градусов. Как спасаются жильцы? Маткапитал по-новому. Какие изменения ожидаются в социальной поддержке семей с детьми и когда можно подать заявление на получение сертификата? Первый раз в первый класс. В Заполярье стартует приём заявлений на зачисление детей в школу. А как готовятся малыши к одному из самых важных этапов в своей жизни, об этом и не только в ближайшие 20 минут. Совет Федерации намерен поддержать большинство инициатив Ненецкого округа для внесения в правительство. Напомню, накануне в Верхней Палате Российского парламента руководство округа представило ряд предложений, касающихся перспектив социально-экономического развития региона. Дни Ненецкого округа в Совете Федерации стартовали 29 января. В течение двух дней в Москве работала наша съёмочная группа в пятничном вечернем выпуске новостей. Смотрите большой репортаж. А пока к другим темам. 29 января в половине 12 вечера в Нарьинмаре произошло возгорание в доме по улице Первомайской. По словам жильцов, в одной из квартир произошло короткое замыкание, которое и вызвало пожар. По официальным данным, 29 января в 23.35 на пост пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома по адресу Первомайская, 8. На место происшествия выехало три пожарных машины. Факт возгорания одного из помещений в жилом доме подтвердился. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Жительница Ненецкого округа добровольно сдала в Росгвардию нелегальное оружие 1957 года выпуска. Об этом стало известно при подведении итогов служебной командировки инспекторов Центра лицензионно-разрешительной работы в село Ома. Гладкоствольное ружье 16-го калибра с признаками кустарного ремонта она обнаружила во время уборки в одной из хозяйственных построек во дворе своего дома. По мнению заявительницы, старая одностволка могла принадлежать кому-то из ее родственников, занимавшихся охотой. Инспекторы изъяли ружье и заполнили все необходимые документы. В ближайшее время по результатам проверки будет решен вопрос о выплате денежного вознаграждения – 4 тысяч рублей. За время служебной командировки сотрудники Росгвардии посетили по месту жительства 96 владельцев гражданского оружия и выявили 4 административных правонарушения. Три охотника несвоевременно оформили документы для продления разрешений на ружье. Четвертый хранил предметы вооружения вне сейфа. За несоблюдение действующего законодательства им предстоит уплатить штрафы, а в случае повторного нарушения владельцев лишат соответствующих прав. Росгвардия напоминает, во избежание подобных последствий важно помнить о сроках перерегистрации гражданского оружия. Также при смене места жительства необходимо переоформить документы в срок до двух недель со дня регистрации по новому адресу. С наступлением сильных морозов в нашу редакцию стали поступать жалобы от жителей окружной столицы. Проблема у всех обратившихся одна. В квартирах невыносимо холодно. Нарьинмарцы утепляются как могут, однако не всегда обогреватели и теплая одежда спасает. Одна из таких историй прямо сейчас. Трехлетней Ратмире приходится играть исключительно на диване. Пол ледяной. Да и в целом в квартире очень холодно. Девочки постоянно болеют, поэтому своих детей Галина Юльметова одевает, что называется, на зимовку. Шапку белую и кофту. Два кофты. Кое-как спасает обогреватель, что стоит в детской. А вот в соседних жилых помещениях все намного плачевнее. Находиться в этой комнате без верхней одежды попросту невозможно, потому что здесь холодно. И несмотря на то, что система отопления работает исправно, батареи горячие, столбик термометра не поднимается выше 10 градусов. Причем холодно в этой квартире не только в морозы. По словам Галины Юльметовой, и весной, и осенью, когда начинаются ветра, ее семье приходится изрядно утепляться. Я не знаю как, тут снег и лед, и все тут, знаете, и вот там есть. Вот здесь прямо вот не открывать даже, окно не открыть. Ничего вот тут страшно там. Снег, лед на стенах, периодически замерзающие трубы и сквозняк. О том, что в квартире невыносимый холод, Галина не раз сообщала в местную администрацию. Мы написали заявление меру, вот, тоже записались на прием. Сказали, надо ждать долго. Я не знаю, сколько ждать. Вот сейчас нам сказали в жилищный отдел, туда мы обращались, пока ответа никакого нету. Впрочем, с проверкой в квартиру все же приходили. Буквально за несколько часов до приезда нашей съемочной группы у Галины побывали специалисты управления городского хозяйства. А сегодня приходили с управления городского хозяйства и говорят, у вас 17 градусов. Я говорю, откуда вы взяли-то? Прибор у нас так показывает. Я не знаю, говорю, как теперь делать, что и делать. Знаете, они спорят. Я ничего не могу сказать. Они положили вот сюда, что ли, положили на гладильную доску. Я говорю, положите на кровать. В какие еще двери стучатся, Галина уже не знает. Сейчас семья с нетерпением ждет, когда на улице потеплеет. Ведь температура воздуха в квартире Юльметовых напрямую связана с погодой за окном. В городском совете Нарьинмара состоялась очередная шестая сессия. В повестке дня значили семь вопросов. Большинство из них касалось регламентов всех уровней. В частности, приведение в соответствие законодательства и нормативных документов. Один из вопросов повестки дня касался уточнения наименования должностных лиц, которые смогут составлять протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, депутаты городского совета на заседании и сессии рассмотрели четыре кандидатуры на награждение почетной грамоты городского совета. Трое из них – педагоги средней школы номер три. Отметить их планируется в связи с 55-летним юбилеем учебного заведения. Также парламентарии поддержали ходатайство окружного музея о награждении сотрудников почетной грамоты Ненецкого округа. Оформить федеральный материнский капитал на первого ребенка можно будет уже во втором квартале 2020 года. Владимир Путин во время ежегодного послания президента к Федеральному собранию предложил выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка. А суммы сертификата для семей при рождении второго и последующих детей увеличить на 150 тысяч рублей. Федеральный материнский капитал в 2020 году будут выплачивать уже на первого ребенка. Инициативу президента поддержало Федеральное собрание. И теперь получить сертификат смогут те семьи, в которых родится или будет усыновлен первенец 1 января 2020 года. Для многих молодых пар это новой станет решающей в вопросе увеличения семьи. Да я думаю, да. А сколько у вас детей? У меня детей нету пока. Ну и не пытаюсь пока что. А вот если материнский капитал будет, подумайте об этом? Ну да, конечно, можно подумать об этом. Я думаю, это очень хороший стимул. На самом деле я сама недавно вышла замуж, и мы сейчас с мужем планируем детей. И для большинства граждан нашей России это очень хороший стимул. В соответствии с вступившим в силу изменениями с 1 января 2020 года размер материнского капитала увеличен до 466 617 рублей. По сравнению с прошлым годом сумма материнского капитала выросла на 13,6 тысяч рублей или на 3%. Индексация коснулась тех семей, у которых на конец прошлого года сохранили средства на сертификате как в полном объеме, так и в частичном размере. Законопроект, предусматривающий механизм предоставления материнского капитала на первого ребенка, сейчас находится в разработке, так же, как и увеличение его размера на второго ребенка. И поэтому, как только из федерального центра поступят нормативные документы, отделение незамедлительно проинформирует население о порядке обращения за получением сертификата. И также мы ожидаем, что примерно в марте-апреле пенсионный фонд начнет принимать эти заявления, как только Госдума примет решение об изменении в законном материнском капитале. В 2019 году семьям Ненецкого округа было выдано 224 сертификата на федеральный материнский семейный капитал на сумму более 100 миллионов рублей. Чаще всего в 2019 году семьи направляли средства сертификата на образование, в частности, на оплату детского сада. Второе по популярности направление – ежемесячная выплата на второго ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 1 января 2018 года. Порядка 157 округа направили средства федерального маткапитала на улучшение жилищных условий и погашение ипотечного кредита. В целом по четырем направлениям было израсходовано порядка 104 миллионов рублей. Вместе с тем на территории Ненецкого округа действует региональная мера поддержки многодетных семей. В 2019 году ей воспользовались 152 семьи. В них родились третьи и последующие дети. Во второй половине 2019 года по инициативе губернаторов в положении о мерах социальной поддержки многодетных семей были внесены изменения. Теперь на региональный материнский капитал могут претендовать семьи, в которых родились четвертые и последующие дети. Те изменения, которые были предложены губернаторами и поддержаны собранием депутатов, на сегодняшний момент материнским окружным капиталом могут использоваться и на третьего ребенка, и на четвертого, и на пятого, и последующие, то есть нет однократности, которая была раньше. Это первые изменения, которые произошли. Вторые изменения. С 2020 года у нас практически отменена вся приостановка и нормы, принятые ранее, которые говорили о направлении использования материнского капитала, на сегодняшний день действуют в полном объеме. Одно из самых популярных направлений использования регионального материнского капитала – единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей на разные цели. Второе – по популярности приобретение товаров длительного пользования, а также в тройке лидеров приобретения транспортных средств. Все эти изменения как раз направлены на повышение демографии. Изначально, когда эти меры были приняты и на федеральном уровне федерального материнского капитала, и когда мы принимали окружной, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день и как изначально он был принят, он самый практически большой во всех субъектах Российской Федерации по сумме, которая выплачивается, они как раз повлияли, и у нас был рост рождений третьих, четвертых детей. На сегодняшний день есть тенденция за последние три года сокращения первых родов, и по поручению губернатора мы готовим сейчас изменения также в окружной законе о материнском капитале с целью установления выплаты по материнскому капиталу на первого ребенка. Кроме того, в 2020 году ежегодная индексация коснулась регионального материнского капитала. Его сумма теперь составляет 379 911 рублей. Ольга Русул, Антон Водряков, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В Ненецком округе стартует региональный этап педагогического конкурса «Профессионал года-2020». Документы для участия можно подать с 3 по 14 февраля в региональный центр развития образования. Имена победителей станут известны 13 марта. С участниками и победителями прошлого года встретилась моя коллега Александра Литкова. Людмила Ткачева – педагог с 25-летним стажем. В конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года-2019» приняла участие впервые и сразу победила в номинации «Воспитать человека». Участие в конкурсах – это всегда интересно, это знакомство с новыми людьми, себя показать, другим посмотреть, чему-то новому научиться. И «Профессионал года» – это тоже такая вот возможность. Кроме своей основной работы с детьми, уже второй год Людмила Ткачева является куратором патриотического движения волонтеров в школе. В ее мероприятиях с удовольствием принимают участие как младшие, так и старшие школьники. «Как педагог, она довольно открытая, она честная, справедливая и очень отзывчивая. К ней всегда можно обратиться за помощью». «Она научила нас многому. Она научила нас, например, тому же самому, то, что у нас соблюдает дисциплину, потому что наш соцпедагог и за этим следит. Она как-то очень часто помогала в наших спорах, например, с классом. Когда мы спорили, там не могли что-то решить, она помогала нам, давала какие-то советы. Многие советы пригодились даже вот сейчас мне, когда я учусь, когда прошло уже очень много времени». Конкурс педагогического мастерства «Профессионал года» состоится уже в девятый раз. Его участниками могут стать все, кто связан работой с детьми, в том числе и преподаватели средних учебных заведений округа. «Задача, которую решает конкурс, он помогает нам выявить эффективные практики как на управленческом уровне, так и на педагогическом уровне, помочь нашим педагогическим работникам раскрыться, стимулировать их к дальнейшему педагогическому и карьерному росту. Также конкурс привлекает большое внимание общественности и повышает значимость роли педагогического работника в нашем обществе». Учитель и воспитатель – эти номинации из года в год становятся самыми популярными среди участников конкурса. Но есть и такие, которые проводятся раз в два года по причине небольшого количества участников, например, школьный психолог. Екатерина Дуркина принимала участие в конкурсе уже не один раз, а в прошлом году ей удалось не только победить в своей номинации на региональном уровне, но и представить Ниньский округ на всероссийском этапе. «Теоретические знания обновила свои для того, чтобы подготовиться. Тему мастер-класса очень для меня тяжело было выбрать, тему мастер-класса, потому что хотелось выбрать что-то новенькое, чтобы показать, чтобы заинтересовать. Но я думаю, что у меня как раз на мастер-классе как раз я и заинтересовала, наверное, членом жюри. Почему? Потому что после моего мастер-класса члены жюри аплодировали мне, чего не было с другими конкурсантами». Стоит отметить, что Екатерина Дуркина стала первым педагогом-психологом, представляющим регион на таком уровне. Да еще и вернулась с наградой. Как считать ее подопечные, победа была для них вполне ожидаема. «Екатерина Михайловна, она очень добрая, отзывчивая, с ней приятно общаться. Мы ходим к ней на занятия, проводим нас по средам, час мы у нее сидим, общаемся, какие-то тесты проходим обычно». «Она всегда поможет, подбодрит, поддержит, с ней приятно разговаривать, общаться. Можем прийти после уроков, она нам поможет, нашу проблему решит». Как признаются наши героини, участие в конкурсах профессионального мастерства – это в первую очередь возможность обменяться опытом с коллегами. А самое сложное – это подготовка. «Самое главное – запастись терпением, поработать над собой, чтобы как можно меньше волноваться, потому что волнение – это один из главных факторов, который нам мешает участвовать в конкурсе. Затем обязательно за помощью обращаться к коллегам, потому что кроме коллег и близких людей никто не поддерживает в этом конкурсе, потренироваться, если вы будете проводить мастер-классы, давать какие-то занятия, уроки и так далее. Помимо этого, если вы участвуете, то лучше, конечно, брать те темы, которые к вам наиболее близки. Почему? Потому что мы лучше всего показываем то, что мы хорошо умеем делать». Напомню, подать документы для участия в конкурсе педагогического мастерства «Профессионал года 2020» можно с 3 по 14 февраля. Александр Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Уже в эту субботу, 1 февраля, стартует прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Большинство родителей давно определились, в какую школу отдать ребенка, а будущие первоклассники даже смогли выбрать учителей. О дошкольной подготовке в нарьинмарских учебных заведениях в материале Елены Ванцевой. Дошкаленок – это своего рода подготовка будущих первоклассников к новому этапу в жизни. Здесь нет обязательных уроков и заданий. Чтению и письму малыши и так обучаются в подготовительных группах своих детских садов. «Мравится, что в садике дают задания и примеры». «Мы занимались там книжками, и еще мы там смотрели телевизор». На таких занятиях у ребят формируется представление о классно-урочной системе. Также ребята постигают азы грамоты и письма. И один из самых значимых моментов в посещении групп дошкольной подготовки – это возможность познакомиться с педагогами, которые будут их обучать. «Заниматься с ребятами легко. Я специально подбираю материал, чтобы детям было весело, в игровой форме. У меня всегда видео, оно такое, знаете, поощряет. Молодец, умничка. И дети сидят такие уже довольные, потому что они вроде себя чувствуют успешными, но геометрические фигуры знают. Они вообще математику знают. Мне очень нравится. Значит, в детском саду их уже готовят. Подобного рода курсы для будущих школьников есть практически во всех школах города. Это популярное сейчас направление. В первой общеобразовательной школе подготовительная группа «Малышок» работает уже не первый год. Кстати, откладывать подачу документов на поступление ребенка в первый класс в долгий ящик не стоит. С первого февраля у нас, как во всех школах России, начинается прием заявок, заявлений в первый класс. Несмотря на то, что будет суббота, у нас будет здесь сидеть работник, который будет отсчет прием заявлений. Если родители уже определились со школой, учителем и направлением, по которому ребенок хочет учиться, лучше сделать это в первых числах февраля. Добавим, что в этом году в первый класс в нашем регионе пойдет порядка 700 детей. Елена Ванцева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.